Поздним вечером 16 января в Чебоксарском аэропорту приземлился самолет с президентом крупного строительного российского холдинга на борту. Цель визита – обсудить дальнейшие планы сотрудничества с нашей республикой. Подробнее в сюжете. Еще в конце осени в столице Чуваши открылись учебные центры корпорации «Технониколь». Это крупный российский холдинг, основной вид деятельности которого – производство кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов. В учебных центрах готовят профессиональные кадры для предприятий строительного комплекса. Всего таких центров по России 12, два из них в нашей республике. Это новые строительные материалы. Это новые методы по рулонным и штучным кровлям. Это новые методы системному обслуживанию зданий и сооружений. Наши студенты будут обучаться в этом центре и дополнительно будут получать рабочие профессии по указанным специальностям. Этот сертификат дает любому выпускнику на преимущественное право трудоустроиться на работе. Чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с регионом, в Чебоксары прилетел президент корпорации Сергей Колесников, который также является советником главы Чуваши. На встрече речь зашла о размещении в республике производства. Мы думаем об этом, мы обсуждаем эту тему с Михаилом Васильевичем, мы ищем варианты. Так что надеюсь, что на горизонте, среднесрочном горизонте мы найдем решение, которое бы устроило компанию для того, чтобы развивать наши мощности, в том числе и в Чувашии. Наличие инфраструктуры, электро- и газоснабжения – квалифицированные недорогой рабочей силой. Вот те плюсы, которые выделяет Чувашию по сравнению с другими регионами в глазах инвесторов, отметил гость. Министр строительства дополнил перечень преимуществ для размещения производства. Есть земельные участки, мы готовы их предоставить. И я надеюсь на плодотворное совместное сотрудничество с данной корпорацией. Михаил Игнатьев подытожил, полезно это будет не только строительной отрасли региона. Любое открытие любого производства, это дает дополнительные рабочие места. Не только производство, даже в сфере оказания услуг создаются рабочие места. В дальнейшем, как мы с ними будем работать, мое желание, чтобы компания реализовала отдельные свои идеи на территории нашей республики. Почему я это говорю? Потому что, как я всегда говорил, я как глава республики, помощником буду любому инвестору.